Наглядная иллюстрация того, что было и как это выглядит теперь. Предприятие и в гор теплоэнерго модернизировало котельную номер 30 на улице Володиной. Старая пока здесь же. Полностью ее еще не демонтировали. Новая гораздо компактнее, вместо пяти котлов три. Причем один размером с бытовой бойлер. Его будут использовать летом для нагрева воды. Этого оборудования достаточно, чтобы в двух пятиэтажках, двух школах, детском садике и фармколледже было тепло. На прошлой неделе котельную запустили. Котлы оснащены полностью полным объемом автоматики безопасности, которая обеспечивает безопасный розжиг, работу котла в автоматическом режиме по температуре окружающего воздуха, что позволяет нам исключить работу обслуживающего персонала, снизить ремонтопригодность проведения текущих ремонтов в оборудовании и полностью исключить человеческий фактор в обслуживании, в программе аварии и нештатных ситуаций. По окончанию пуска наладочных работ котельную просто закроют на ключ. Работает она автоматически. Вся информация о текущей ситуации передается в диспетчерскую. Люди для обслуживания здесь теперь не нужны. Максимум один сотрудник, который раз в день проверит, все ли в порядке и дальше пойдет по своим делам. На перевооружение, рассказывают специалисты, и в гортеплоэнерго ушел год. Модернизация проведена на деньги платильщиков. Обновление инфраструктуры заложено в тариф. Сметная стоимость котельной 17 миллионов. То есть это вошли все стоимости оборудования, монтажных работ, строительных работ. За счет повышения, да, снижения затрат на обслуживающий персонал, за счет снижения ремонта емкости, срок купаемости в пределах 5-7 лет. Перевооружение котельной номер 30 отметили и на региональном конкурсе ЕНЕС-2016 в номинации «Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на промышленном предприятии». Старая котельная, которая свое уже честно отслужила, была более прожорливой и менее работоспособной. Особенностью данной котельной является применение высокоэффективных экономичных котельного оборудования с коэффициентом полезного действия, достигающим 95%. Старое оборудование максимально могло достигнуть 80% коэффициента полезного действия, что, конечно, сказывалось на экономических затратах и низкой энергоэффективностью обладало оборудование. В настоящее время у предприятий в гортеплоэнерго 23 котельные. Срок службы каждой примерно 20 лет. Вот и получается, в год нужно обновлять хотя бы одну. Пока все удается. Котельная на Володиной – шестая по счету. На очереди в 2017-м отопительное сооружение в местечке Нежданово с увеличением там тепловой мощности. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.